Вся моя семья заключается в моем сыне, и каждый день мы боремся за наше счастье, за нашу улыбку, за нашу жизнь. Каждый прожитый день – это праздник. К сожалению, это началось еще во время беременности. Ребенок родился недоношенным, и был страшный приговор. Нам оставалось же две недели, потому что у него обнаружили порог сердца. В 9 месяцев у нас начались приступы эпилеписи. Мы месяцами находились в больнице. Пяти лет до семи было более-менее все стабильно, и даже по чуть-чуть мы стали ходить, ходить в хэсет ножками при помощи коляски. После этого он стал прогрессировать с колес. Пошли вывихи до заребеденных суставов. Правая нога перестала расти, уже вот 4 сантиметра не хватает. Вот, и мы продолжаем дальше бороться. Хэсет для меня – это все. Это моя семья, это мой дом. И с первых же дней это стала для нас огромная команда людей, которые помогают не только словом, но и делом. К сожалению, в нашу страну пришла беда. Я опасаюсь за жизнь своего ребенка и свое. Я постаралась сделать все более комфортно дома, защитить все максимально, чтобы ребенок не слышал ни взрывов, ни бомбежек, ни сирен. Сын понимает, но до конца он не осознает всей масштабности проблем. И для меня это важно, чтобы он не нервничал и продолжал жить, улыбаясь и радуясь каждому дню. Еврейская община меня приняла с простертыми объятиями, с чистой душой и всегда готова прийти на помощь и поддержать. Сейчас без хэсэда мы бы не выжили. Чего я боюсь больше всего? Что будет, не дай бог, если меня не станет с моим сыном. Скажем так, посвятила свою жизнь сыну. Но я хочу сказать, это должна поступать каждая мать. И для каждой матери должно быть важно, как чувствует себя ребенок, что он ест, чем он занимается. И максимально радовать его, да, и понимать, что он любимый, единственный и неповторимый в этой жизни для нее. Мы не ощущали, что мы какие-то другие, а мы такие же, как и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...